вернулась я с города был небольшой кипиш о котором расскажу чуть позже надо полить наверное не примется этот огурчик надо новый посеять лучше чем вот так будет болеть вот эти большие уже подкормила мочевиной а маленький еще ничем не подкормила решила потушить капусту крупно порезала потушу просто с луком и с помидорками такое ужин еще не готовила борщ есть не знаю будет михалыч есть или нет или собаки отдать уже четвертый раз его едим но это он четвертый раз я то нет не сегодня как пиццу утром поела у маши и утром овощи все водичку пью только друзья сидим сейчас михалыч им ужинаем вдруг видим утка ходит вот здесь вот тут мы не поймем то ли она внутри сетки вот эта утка то ли вон там где-то ходит но я взяла метелку и пошла так для начала я вам сначала закат покажу это вот что с облаком происходит непонятно облако и как будто из него что-то сыпется их плохо нет повыше мне место забраться все-таки из кухни из окна лучше смотрится он там сетка мешает а через стекло невозможно потому что стекла запотевшие между друг другом ну так вот про утку я значит ее обхожу этот дворик и туда смотрю точно утка ходит там по капусте мечется туда-сюда я решила а михалычу помаячила чтобы он тоже пришел ко мне в помощь загонять ее на место ну и что как она взлетела как она так над огородом хоп 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 и улетела туда красивый в огород и мы стоим такие с метелками вау-хоп хоп 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 обалдели вообще у нас сегодня сегодня у нас в планах вечером им крылья подрезать с одной стороны то есть по одному крылу не крылья а перья на крыльях маховые а то так они у нас будут летать у меня почему-то в сибири Слушайте, не летали утки. То ли они потяжелее были. Странно. Они так же гуляли и не летали. Удивительный мир. Михалыч выглядит. Так, что я вам хочу рассказать, друзья. Еду от Маши. Даже не так. Я сегодня ездила к Маше. И с утра я еще не знала, что будет завтра. А завтра будет вот что. Завтра утром меня Михалыч везет в Динскую. И я уезжаю куда? В Новосибирск. Спасибо нашим детям. Проспонсировали. Спасибо Михалычу, проспонсировал. Я еду в Новосибирск. Еду к папке. Он не в курсе. Никто не в курсе. Только вот мы, наша семья. И все. Так что завтра у меня тяжелый день. Сегодня готовила все. Михалычу наготавливала. Там кто-то переживал, что когда я уезжаю, Михалыч без еды. Самое смешное, когда я приезжаю, то это еда, она остается. Я на него ругаюсь. И суп у него протух, и котлеты не съедены, и вареники не варил. То есть вот так у него получается. Он покупает себе печенье, сгущёнку, чай. И так он дала ему ЦУ, что где поливать, кого как кормить. Потому что я, когда если на короткие поездки уезжаю, я всегда сама уткам, там курочкам я насыпаю много-много. И там на день-два я приезжаю, ещё корм есть. А тут он будет сам кормить. Воду менять. Выпускать курочек не будет. Я сказала, они наказаны. Раз они яйца где попало несут. Они, может быть, и ещё где-то несут. Ну, потом Раиса Ивановна найдёт себя во дворе. Ну что, друзья, я очень волнуюсь, очень переживаю, как это всё произойдёт, как это всё будет. Самое интересное, я покупала билеты сегодня. Вот как приехала от Маши, сразу села за компьютер. Во-первых, Михалыч не знал ничего, как обычно. Это мы с детьми всё порешали. Они мне на билет на самолёт туда-обратно проспонсировали. Мне надо было найти билеты на поезд до Сочи, потому что у нас самолёты летают только из Сочи. Мне надо было взять билеты из Сочи обратно до Динской, когда обратно прилечу. И самое главное – билет на самолёт. Но в итоге я искала билеты на самолёт, нашла. Искали, конечно, подешевле. Маша тоже параллельно искала. Она нашла. Я нашла ещё дешевле. Без багажа, победой. Стала уже его оформлять, этот билет, туда-сюда. Ну, туда и обратно, дорога стала оформлять билет. И уже осталась последняя вот эта операция, когда оплата идёт. То есть пин-код должен прийти ко мне на карту. Он ко мне пришёл, я его завожу, Enter нажимаю. То есть, ну, как бы проплатила. В это время мне звонит с Горно-Алтайска моя, ну, начальница, скажем, по сетевому бизнесу. А ситуация какая? Я вам не рассказывала. Месяца полтора назад у меня сломался мой массажёр. Это и была основной причиной, чтобы не работать. Вернее, почему я не работаю. Да, я ездила в офис, я работала с продукцией, которую употребляют внутрь, но массаж уже не делала. К радости некоторых наших зрителей, которые язвили и язвили. Да, у меня сломался массажёр. Всё-таки я его стрясла, видимо, в автобусе, потому что в автобусе у нас не всегда молодёжь уступает места. Массажёр тяжёленький, 4 килограмма. И я его ставила на пол просто в автобусе. Ну, а понятно, там кочки эти лежачие полицейские. И у меня массажёр в итоге не работает. Сначала мне было предложено его отремонтировать. Гарантий у него уже нету давно. Я его ещё до переезда сюда купила. Но пользовалась им мало. Значит, я, конечно, в растрёпанных чувствах. Это всё было тогда, когда у нас сгорела плита. Ой, что там ещё? Компьютер перестал работать, часы упали. В общем, это всё как-то до кучи. И ещё что-то у нас было. Не помню. Что-то тоже с техникой случилось. Но не суть. И, в общем, я была в таком состоянии, что, ну, слушайте, массажёр 160 тысяч стоит. И он просто перестала работать. И мне говорят, ну, покупай новый, если хочешь работать. Но это, знаете, это не плита за 20 рублей купить, да, за 20 тысяч. Конечно, я не собиралась новый покупать. Я искала медтехнику какую-нибудь, какого-нибудь мастера путёва, который бы его сделал. Ну, в общем, в таком состоянии была. Так вот, сегодня я, значит, уже оплачиваю билет. И в это время звонит мне моя начальница, Любовь Витальевна. И говорит, Ален, представляешь, я договорилась. В Новосибирске тебе, в представительстве, тебе заменят на новый чемодан, на новый массажёр. Ты его, типа, отправляй в транспортные компании и тому подобное. Я такая, Люба, представляешь, секунду назад. И говорю, я в этот момент сидела, говорю, оплачивала билет в Новосибирск. Ну, ё-моё, говорю, а я без багажа, говорю, оформила билет. А врачную кладь, говорю, его, наверное, не возьмут. Ну, в общем, вот мысли скакуны. А билеты на поезд я уже взяла при этом. То есть я сначала на поезд взяла, на самолёт увидела, что есть. И вот так получилось, что всё уже как бы взяла. Но оказалось, что у меня проплата не прошла, потому что мне написали, билетов нет. Всё, то есть я не успела. Мы, видим, с кем-то параллельно забронировали этот билет, кто вперёд оплатил. Тут это был последний билет на самолёт. Ну, наверное, так суждено было быть. В итоге я покупаю билеты не на то число, на самолёт, не на то число, на которое было, потому что уже не было билетов, а беру билеты на раньше, на один день. И получается, что завтра я уже улетаю. Мне пришлось менять, вернее, сдавать билет на послезавтра на поезд и покупать новый билет на поезд. Вообще, вот представьте, и это всё было в сжатые, в сжатые моменты. Но ещё самое главное, что прежде чем что-то покупать, я Михалычу подхожу и говорю, Саше говорю, дети проспонсируют мне билет на поездку к родителям. Я говорю, ты мне добавишь там, ну, на подарок мне там, допустим, на поезд покупать билет, там на электричке, там где-то на автобусе. То есть всё равно движение какое-то, ну, и с пустыми руками тоже не пойду к ним. Он зажал, у него хохот, конечно, такой был гомерический. Он так хохотал, говорит, ты в семье не изменяешь. Я говорю, я себе не изменяю. Ну, всё, он, конечно же, сейчас сидит и такой говорит, ой, это я столько дней буду без тебя. Я своей энергией, я не даю ему покоя. Поэтому он обожает, когда я уезжаю. Что бы вы там ни писали, что бедный Михалыч остался на хозяйстве, одна укатила. И он говорит, какое счастье, что ты папку своего увидишь. А я ещё, знаете, сегодня в автобусе еду такая и думаю, ну, как Михалычу сказать, что мне надо опять ехать, дай мне денег. И в это время глаза поднимаю, а передо мной сидит дедушка. Ну, он затылком ко мне сидел, немножко так в полубоком. Ну, папка и папка мой. У меня аж всё так сжимается. Ой, я говорю, ну, это, наверное, судьба. Даже Маша фотографию отправила. Очень похож. Затылок, такие седые белые волосы и форма уха у него. Прям вот один в один. И очки там были. Но спереди потом на него посмотрела, когда он выходил. Это, конечно, не мой отец, вообще далеко даже. Но вот сзади прям папка и папка была. Так что, друзья, я лечу в Новосибирск. Знает об этом только моя Танюшка. Она мне сегодня пишет, мы в Новосибирске. Я говорю, ну, надо же. Я взяла и позвонила. Говорю, вы надолго там? Ну, они завтра уже уезжают. Так что мы с ней не встретимся. На Алтай я не поеду. Совесть надо иметь. Чтобы на Алтай ехать в Новосибирск, это тоже нужны деньги. И немалые. Ну, и мы и виделись уже. И с Татьяной виделись в прошлом году, полгода. Нет, не полгода уже, чуть побольше прошло. Но не страшно. И с Дашей виделись, с внуками виделись. Так что все хорошо. Будет время и еще съездим. И повидаемся. Либо они к нам приедут. Вот такие дела, друзья. Сейчас ждем темноты. Ждем, когда стемнеет немножко, чтобы утки потеряли немножко ориентацию. И будем резать крылья. И курочкам тоже. Вообще, я планировала уток уже убирать на этих днях. Прямо буквально перед выходными. Но раз я уезжаю, то утки еще поживут. Несколько уток хотела убирать. И оставить двух самцов. Хотела хороших. У нас есть такие большие, крупные. На рассаду. На развод. Вот, друзья. Вот на такой позитивной ноте я заканчиваю свое видео. Пойду еще Михалычу супчик наварю на завтра. Наверное, гороховый веселый сварю. Вообще натушила капусту. Сварила макароны ему. Обжарила колбаску нашу. Самодельная, которая. Жареные котлеты двух видов есть. Которые с кабачками и без кабачков. Но он, кстати, и не знает, что они с кабачками. Он даже и не догадывается. А я ему и не говорю. Вот, что еще там? Вареники есть, пельмени есть, молоко. Ну, булки он сам купит. И сгущенку. Вот так, друзья. Не теряйте меня. Дай бог, что все будет хорошо. Съезжу обязательно. Конечно, надо. Иначе бы, ну, не знаю. Мне было бы плохо. Я и так вот эти дни хожу. Вот, кубатурю, кубатурю, кубатурю. Кто поймет, тот меня поймет. А еще Михалыч говорит. Сегодня, когда кушали за столом утром. Завтракали. И он говорит. Как хорошо, что ты отца свозила на Дальний Восток, в Приморский край. А отцу тогда было лет 70, наверное. Как хорошо тут свозила. А я ему говорю. Как хорошо, что ты проспонсировал. Мы тогда съездили в замечательную поездку. Ехали на поезде. В Москва-Владивосток. Ну, из Новосибирска. Пять с половиной суток. Там потому что пересадка была. Засгорная Алтайская. Пересадка в Новосибирске. Потом пересадка была. Мы в Комсомольск на Амуре проезжали. И только потом уже к родным приехали. Повидали всех оставшихся в живых родных. Повидали могилки. Моих бабушки и дедушки. И других бабушек и дедушек. Отцов, отца родственников. Папка был очень, конечно, рад. Очень впечатлен поездкой. Вот так мы съездили тогда. Поэтому иногда вот так надо чудить. Иногда надо вот такие делать. Творить чудеса. И вспомнить будет есть что. И сейчас. Ой, сейчас заплачу. Так, все. Я заканчиваю. Микрофон свой выключай. Я пошла готовиться. Я еще не знаю, во что я оденусь. Что я с собой возьму. Как я чемодан на обратном пути повезу. Чемодан имею ввиду массажер. Потому что его в багаж я сдавать не хочу. Хотя оплатила его. А по размерам он в ручной кладь никак не идет. Там на 4 сантиметра. Или на 6 сантиметров не сходится. Больше немножко. Ну, буду встречаться, наверное, с представителями компании. Авиакомпании. И как-то договариваться, упрашивать, просить. Если у меня не получится, тогда буду сдавать билеты на самолет. И поеду на поезде. Посмотрела, билетов нет прямых. ЖД Новосибирск-Краснодар. Есть только билеты опять. Новосибирск-Челябинск. Пересадка. И с Челябинска до Динской. Либо до Краснодара. То есть, такие варианты есть. Так что у меня еще непонятная обратная дорога. Но в багаж я массажер сдавать не буду. Это точно. Спасибо большое Любе за то, что она выбила у китайских представителей. Что мне он нужен. Что я хочу работать. Я буду работать. Единственное, конечно, в августе очень тяжело. Я буду ждать сентября. И в сентябре я начну уже потихонечку работать. Не потихонечку, а в полной мере. Вот так. Друзья, пока. Всем спасибо, спасибо. Ждите. Я скоро вернусь.